Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Что не день в оперативной сводке Гомельской областной госавтоинспекции ДТП с участием пешехода. Накануне вечером под колеса автомобиля попал 40-летний житель агрогородка Ерёмина. 34-летний водитель на Фольксвагене ехал по улице Советской в направлении Гомеля. В это время дорогу пересекал пешеход непосредственно вблизи обозначенного перехода, но не по зебре. В итоге наезд травмировано, госпитализировали, проводится проверка. В Будокошелёвском районе горел гараж, а вместе с ним и автомобиль. Возгорание произошло в посёлке Боровое Ляда накануне днём. Огонь уничтожил имущество внутри гаража и Фольксваген Посад. Пострадавших нет. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. А в Речице ночью горел деревянный двухквартирный дом. Обошлось без пострадавших. К возгоранию привело нарушение правил пользования обогревающим устройством. МВД предупреждает о возможной активизации мошенников во время проведения переписи населения. Правоохранители выделяют отдельный вид преступной деятельности, когда злоумышленники под видом коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры. Становятся жертвами аферистам люди любого возраста и социального положения. Но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них. И мошенники, проникая в квартиры, похищают сбережения. Активизируются также преступники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. По месту жительства горожан переписчики начнут ходить только с 21 октября. Они должны будут иметь при себе удостоверение, планшет и сумку со специальным логотипом. Ни в коем случае не впускайте в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в добрых намерениях переписчика, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице. На сегодня это все. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4.